Друзья, всем огромный привет! Начинается новый выпуск и, как вы уже поняли по названию, выпуск будет значительно отличаться от того, что мы вам делали на протяжении последних 5 лет. Мы отправляемся в Пермь, а на футбол мы вернемся уже не одни. Вернемся мы с болельщиком «Спартака», который ни разу не был на нашем домашнем стадионе, который практически ни разу не видел команду вживую. Поэтому должно быть очень интересно. Наоборот, я сразу говорю, все выводы будем делать в конце выпуска, поэтому стремимся поудобнее. Сразу ставим пальцы вверх, а мы вас постараемся удивить. Лечу я, конечно же, в Пермь не один, лечу своим верным товарищем. Василий Геннадьевич, залетай в кадр. Привет, брат! Серега, наша с тобой фирменная рукопожатие. Да, братва, всем салют. Давно для вас готовили этот формат. Не было, к сожалению, у нас возможности реализовать эту историю. Есть идея привозить фанатов «Спартака» из разных регионов в Москву. Не у всех, к сожалению, есть возможность вживую видеть «Спартак». Не во всех регионах «Спартак» играет. Поэтому мы приняли решение попробовать привезти их к «Спартаку», если «Спартак» не летит к ним. И помогают нам в этом наши братишки из букмекерской компании «Теннис и Бет», которые ищут развлечения в любом событии. И которые, знаешь, что я делал, Серега? Теннисируют все. Теннисировать – это значит прокачивать, улучшать, усмешнять и делать фан из любого события. И каким образом мы протеннисируем всю эту историю? Мы протеннисируем Санька из Перми, который привык смотреть футбол по телевизору. А мы возьмем и улучшим качество его просмотра. Теперь он будет не перед экраном, не перед монитором, а будет смотреть с трибуны на наш великий и могучий. Поэтому мы начинаем. Это круто, брат. Это круто. Мы начинаем. Не фаната. До самолета, брат, 15 минут. А доехать. Ну что, братва, погнали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, ну, футбол, футбол. Ну, интересно, брат. Правильно, очень интересно. Мне с вами интересно, типа, если он не будет. Увидеть вообще его эмоции. Я слышал, ну, ты мне рассказывал, что его потенциальная теща вообще тихо не верит в эту тему. Короче, там забавная была ситуация. Говорит, что это все обман, такого не бывает. Короче, парня, на самом деле, очень много предстоит сейчас увидеть. Увидеть эмоции. Да, в первую очередь. На самом деле, мы сами не знаем, что будет. Я пока не понимаю, что все не получится. Я пока просто не понимаю, но я думаю, что, брат, мы с тобой справимся. Ну, все, братья, с следующим кадром. Поехали. 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 Что, братья, мы прилетели в этот славный город под названием Пермь. И пока мы направляемся к нашему герою этого выпуска, Александру, который ни разу не был в Москве на нашем домашнем стадионе. Вопрос, Вась, поскольку мы на этой прекрасной набережной, легендарной набережной сейчас вы увидите, почему? С чем у тебя ассоциируется этот город? Это футбольный клуб Амкар, который до недавнего времени вообще отсутствовал на просторах российского футбола. Сейчас вернулся. Вот. Ты что про Амкар знаешь, что ты скажи? По поводу футбольного клуба Амкар, брат, ну, сам же понимаешь, что Спартак с ним с начала 2000-х годов играл каждый год практически 2004 года. Да. Конечно же, в большинстве своих матчей Спартак обыгрывал Амкар, статистики уже где-то появляются на экране, да и в целом выезд в Пермь всегда для фанатов был таким же, наверное, лакомым кусочком, как и выезд в Самару, например. Здесь очень душевно, здесь очень добрые люди. Вот пермяки, которые нас зачастую встречали, блин, они нам организовывали такой приезд, что здесь было как дома. И даже сейчас мы, когда прилетели, народ начал узнавать, что это за город. Очень много народов в директ нам написали, типа, пацаны, о, вы в Перми, типа, если что нужно, обращайтесь. То есть КБ Пермь, салют, привет, парни. Сразу скажем, парни, с кем не встретились, сразу извиняюсь, мы здесь буквально на один день, завтра утром, там, рано-рано, в 6 утра мы завтра вылетаем в Москву. Уезжаем из отеля, в 6 вылет. Касаемо футбольного клуба Амкара, вот прекрасно над счастьем не за горами и, наверное, многие болельщики Амкара в последнее время, наверное, в мыслях такая фраза у них присутствует. На самом деле, очень печально, что футбольный клуб с такой историей, пускай небольшой, там, в 90-х годах он только образовался. И в 2018 году, по-моему, футбольный клуб прекратил свое существование из-за того, что были большие проблемы с финансами. То есть финансовая составляющая очень сильно ударила, и не только по Амкару, но и много других команд. Поскольку мы находимся в Перми, мы решили об этом рассказать и еще раз понять эту важную тему. И благодаря своим болельщикам, жителям этого города, футбольный клуб Амкар сейчас начинает заново подниматься, играет в ПФЛ, да, он, по-моему, второй, ну, в третьей лиге, грубо говоря, по силе российской, да. И на самом деле желаем удачи. ФНЛ-2, да, нельзя, чтобы такие клубы с историей просто как бы рушились. И самое главное для нашего выпуска, что Саша Селихов и Георгий Джики играли в... Не так давно. Не так давно, причем сейчас Джики – это команда. Саша Селихов, к сожалению, из-за травм все никак он не восстановится. Саша, желаем тебе огромного здоровья, ибо быстрее давай восстанавливайся. Пора двигать к Сашке, к Сашке. На наших с тобой часах показывают, что уже пора в Москву на Спартак двигать. Ну что, Сань, мы к тебе идем, братва, если информация была полезной, ставим сразу лайк, а мы двигаем дальше, переключаемся. Давай ты, брат. Я уже вот так ставил. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Здесь просится, брат, ставочки. Вот как ты думаешь, что там теща намного готова? Я думаю, что борщ. Давай так, давай так. Давай, чтобы было интересно. Я ставлю на первое, а ты ставишь на второе. Давай, смотри. Я наш точный счет типа возьму, я думаю, что у нас на второе ожидает пюрешечка и котлетки, правда. Ну какой-нибудь салатик. Интересно, какие кефы бы на это дали наши братишки из тенниса. Слушай, ну на котлетки с пюрешкой, я думаю. Восемь. Не, не, Мират, я думаю двоечка, двоечка. Именно котлет с пюрешкой. Да, двоечка. Не, я думаю, что типа тут второе за 1,40 идет, а первое за 2,60. Слушай, первое 2,60, смотри, простите, простите. А комплекс за 3,20. Учитывая, что на жулик называли, ну конечно там что с поляна ломиться будет. Короче, давай. Давай мажем так, да? Давай так, знаешь, типа, ну на что же мажем? Давай на соточку и пинок. Не, давай напивал. Давай напивал. Напивал. А я первый, это второй. Да. Ты первое что думаешь? Просто борщ. Давай, я второе пюрешки и котлетки. Не, ну подожди, давай смотри. Если попадает именно конкретно наше другое, то было певало. Да, да, позорно. Вот так. А, вот так. Пойдемте, смотрите. Алло. Опа, набрали. Лазаня, будете? Ставочка слетела. Лазаня не будет. Ставочка слетела. Я поставил ставку, что будут нас ждать пюрешка и котлетки. А я, не, мы вообще думали, типа, я точно будет первое, а Серега сказал, что будет второе. Ну вот он выиграл. Лазаня второе. В принципе, я выиграл, да. Или она жидкая. Или она жидкая. Она очень вкусная. Присаживайся. Все, садимся тогда. Очень приятно с вами познакомиться. Очень крутой стол. И Людмила Борисовна, до нас дошел слух. Да. Кошел слушок. Слушок, скорее. Что когда Саша рассказал Лизе и вам о том, что все это может случиться, что мы приедем и заберем его в Москву на Спартак отвезем, вы сказали, что все это ложь, что все это неправда, и это вы не любите. Бесплатный сыр только в мышеловке бывает. Я им тоже не так сказал. Как это было вообще? А, вот это даже грубее. Когда Саша подошел, уже сказал ваши первые впечатления и вообще эмоции. Что это не развод? Да, так вот я сказала. И все. Мне кажется, там было больше. Саша не слушай, послушай их. Да нет, ну что ли, Борисовна, это все-таки честные ребята. Потому что на тот момент он уже отправился в паспортные данные. А, я просто еще такой думал, мы же типа ничего не просили вроде, ни парты там, ни переводы, а паспортные данные, да. Да, да, да. Саша, 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 Серега написал просто привет мне в личку, я такой, Серега, держи паспортные данные, CV-карты. Когда, куда? Потому что в наше время такого не было. Ну у тебя-то не было сомнений? Да, конечно, еще Серега по телефону правильно сказал, это еще нужно добавить факт, с какой вероятностью я попал к вам в выпуск. То есть, смотри, вы выложили пост на дневник фанатов. Stories, да. Stories выложили. Я смотрю, ну такая типа, какая-то легкая анкета. Имя, возраст и город. Не впаду, может выиграю. Такое написал, такое жду. И все, и на следующий день мне тут Серега в личку уже со своего личного аккаунта пишет. Вот, Саня, так и так, давай свои, типа, контактики свяжемся с тобой. Телефон, по-моему, ты у меня возросил. Все, созвонились. Я такой сижу, трясусь. Лиза, короче, лежит на диване, я на балконе там стоял. Лиза лежит на диване, вся уже красная, такая снимает меня на телефон, чтобы потом всем разослать. Я тут ядосик смонтирую. Есть ядосик? Да. Да, ну я тогда был на Мкаровской трибуне. У меня просто абонемент. Угу. Ну, ну, не... Это для истории. Я плачу. Какое история? Это жесть. Это жесть. Сказали найти коробку, найти футбольный мяч. Вот. Ой, я плачу. Девочки, я плачу. Круто. Круто. Потом флэшбэки в девяностые. Тушенка, смущенка. У Людмилы Борисовны слезы на глазах. С тобой это не случится, я не позволю. Вот так. А ты, Симон, его еще рассказал? Нет, ну его не было тогда дома. Он на работе был. Я хотел все его подключить, а он, к сожалению, так получилось, что заболел ковизм. И поэтому не получится его подключить. По видеосвязи? Никто не знает, что я снимаюсь, поеду куда-то в Москву. А, серьезно, даже их не ставил в курс дела? Я хочу сюрприз. Они вот сейчас болеют, плохо себя чувствуют, а я их эмоционально поддержу. Блин, это здорово. Да, мы их ничего не говорили. Здорово. Не рассказывай. Да, и вот только папа знает, но я ему сказал, что это секрет конфиденциальный. Снимаю цену. Разглыл. Так, Сань, на чем ты смотришь футбол сейчас вообще? Да, он идет по телевизору. Если он идет по телеку, то смотрю в той комнате, где он. Там мы видели телевизору. Да, а если нет, то смотрю вот на этом рабочем. Я пельмяк, себе позволить платную версию всяких сайтов не могу, поэтому пиратку смотрю. Вот смотрю вот здесь, кричу, Лиза сидит напротив меня вот здесь. А она не уходит? Переживает. Нет, после любого забитого в любые ворота мяча она уходит. Потому что я либо ору из-за того, что мы... Спартак забил, либо из-за того, что пропустил, она испугал меня и уходит. Слушай, мы о чем говорили с тобой еще, когда у нас кормили, очень круто проедут. Я даже, я даже, можно меня, я даже вот встать не могу. Ты на этом стулье приехал. Я на этом стулье уеду. Во-первых, я вижу, что у тебя куча краснобелых шмоток, но их много не бывает. Начнем с самого главного, наверное, это билет на предстоящий матч. Мы можем с Серегой потеряться где-то, наверное, в Москве. Но надеюсь, что этого не будет. Это билет, посадочный талон на футбол. Благодарю. Для памяти это тоже будет очень приятно. Еще пацаны из Фратрии дарят тебе... Карту Фратрии? Ооо. Теперь полноценный член нашей организации. Теперь, да. Ты член Фратрии. Мы анкету за тебя заполним. Вернее, ты заполнишь за себя, мы ее отвезем в Москву. Вот, ну и тут набор стикеров. Тоже, в принципе, прикольно. Спасибо большое, спасибо. Вот, ну что, еще у нас есть, естественно, футболка Фратрии. Хотел бы сказать, носи на здоровье, но нам придется поменять размер, потому что мы немножечко не попали. Давайте я вам покажу... Короткая экскурсия. Свои Фратрийские шмоточки. Здесь сразу предупреждаю, не все. Из некоторых я уже вылез, некоторые у меня на другой хате. На другой хате, как будто я миллионер, и у меня 12 века. Итак, свитшотик. На любую погоду у меня одежда есть. Футболочка. Футболочка. Ну ты, короче, амбассадор Фратрия Шоп, я так понимаю. Ну вот все, теперь вы, я видишь, официальный член семьи. Я вообще предлагаю. Ты, я так понимаю, со спортом на ты, не на вы. Ты футболом занимался? Я занимался, у нас здесь еще была другая, не амбхатовская школа, а октановская школа. И я вот буквально там полтора года, может, ходил. Сейчас я не могу сказать, что я профессиональный футболист, но так с пацанами. Давай немножечко разбавим этот вкусный обед от твоей будущей тещи. Потому что, ну действительно тяжеловато. Я предлагаю парню на втором сейчас небольшое. Такая легкая импровизация будет выйти во двор. Есть у дворка? Да. Мячик футбольный есть? Да. Супер. Предлагаю выйти, рубануть, может быть, в легкий навес на жопу. Кто проиграет, тому двое бьют по три удара. Окей. С трех, с трех шагов, чтобы почти прямо обжигало. Готовы? Забиваемся? Все, забиваемся. Давайте тогда переодеваемся. Памешка подвесем жирками, добавим динамики этому выпуску. И будем же, наверное, ехать домой отдыхать. А в Москве, брат, ну просто. Ты понимаешь, знаешь, что будет? Братан, ну ты в машину, мы-то так не сделаем. Что за мотик? Слышь, ты видел? Он сразу туда закинул ногу. Ну-ка, Вась. Малый. Малый, взрослел? Ух ты. Я думал, сейчас Саня уже не трепула. Нечего. Чуть размялись, конечно, тяжеловато, тяжеловато. Дыхалочка заработала. Как вы же понимаете, что мини-футбольный клуб «Спартак» и наши братишки из тенниса писали, так скажем, договор, контракт на сотрудничество. В общем, теннисе стали спонсорами мини-футбольного клуба «Спартак». И, кстати, вообще касаемо мини-футбольного клуба, хочется сказать, что парни практически сами, там, в основном, работают одни наши болельщики, фанаты, они сами руководят уже клубом, и это очень круто. Поэтому все, кто собирается следить за новостями мини-футбольного клуба, входите обязательно на футбол, на их матчи, им будет очень приятно. Но ссылочку мы оставим на их соцсети обязательно внизу. Также оставляем ссылку на наших ребят, на наших друзей из тенниса, которые нам, в принципе, помогли осуществить мечту практически до конца Александра. И, в принципе, наш проект, который долго лежал, пылился в коробочке, поэтому ссылочка на перешей из тенниса в заявленном комментарии у нас внизу под выпуском. В общем, вы сами все знаете. Ну что, начинаем навесить на жопу. Моя ставка, что Василий все-таки проиграет. Хотя Саня тоже, знаете, такой парень-то у нас непростой. В общем, будем сейчас смотреть. Напишите в комментах, если вы еще там не перемотали. Моя ставка, короче, либо Вася, либо Саня. Я точно не проиграю. Раз, два, три. А вы что, сносите два раза? Да, получается, сносишь на жопу. Первый пошел. Это угловой, блядь. Короче, спартаковская погодка. Сейчас будем в насилии. Под эту спартаковскую погодку. Давай, забей хоть один. Не чай, не чай, а пацаны. Коэффициенты сейчас меняются в лайф-режиме. Сейчас уже на Саню, то, что он станет на жопу, 1,10 примерно. Ай, я заброшу. Ееееееее. Уже машина. Ой-ой-ой-ой, грязи. 1,0,1. А что, Саня? Короче, братва, что-то играем уже. Минут 20, пока у Саня два пропущенных. У меня один, у Васи один. Сейчас уже с кем-то заканчивается, 100 пудов. Не знаю. С кем? Уау! Страх, набав! У-у-у-у! Да что за мах... Даю, даю! Что за мах... Селся! Епа! Сань! Сыграл мой коэффициентик. Василий, давай, раздвигай, блядь, булки. Да я еще на 4-й банке, я сказал, что там... Там 1,06, кофе-банк. Сейчас воспользовался промо-кодом дневник фаната. И у него, ладно, не по три, по два ударчика ударил. Давай. Согласен? Сань, согласен? Давай, Веть, да? Я начинаю. Да! Еще один. Я второй прыщу. А вы можете сильно бить, а не как девочки? Вот так, тюкануло чуть-чуть. То есть, пониже было бы прям сочно, а так, ну... Ну, мяч ты с Васей встануешь, чтобы Санька до конца уже у нас отыгрывался. Вот это хорошо было. Все, братва, начинается спартаковская погода, причем мощная. Мы сыграли футбол, отбили Васи. А, перехватик. Отбили Васи попец, короче, братва. На сегодня, наверное, все. Идем отдыхать, кушать и подвигаемся в Москву. Ты готов, брат? Да. Ну, давай, старайтесь. Мы надеемся, что будет все хорошо. Как ты думаешь, все нормально ночью спать будет? Или будет такой мандраж летчик? Не, нормально. Я, конечно, после сегодняшнего дня, знаешь... Я не буду спать. Уже никого мандража. Братва, ставим лайк сразу. Саня Кузов, потому что он оказался таким крутым и крутым парнем. Ну, а мы двигаем дальше. На боковую. Да, уже Москва. Сейчас уже вот эти кадры, я уже жду. Брат, сейчас просто черная заставка дневник фанатов. После ладошки и уже Москва. Закрывайся на камеру. Саня, ну, с приездом. Спасибо. В город Герой Москва. Ты здесь не первый раз, так понимаю? Поэтому мы сегодня не стали гулять. По планам у нас была прогулка по Москве. Ну, Сашка все видел. Поэтому решили время не тратить. Прилетели сегодня рано-рано утром. Спали, спали, отдохнули, да. Потому что достаточно тяжело там за один день все выручить ранние перелеты. Сань, ну, до футбола остается там практически два часа. Соответственно, мы сейчас находимся в баре. Находится недалеко от стадиона. Борода и бар. Наши друзья вот открыли себе такое заведение. Недалеко от стадиончика. Сегодня, как ты понимаешь, не самое удачное время для Спартака. Соответственно, и пока народу особо никого нет. Я так понимаю, что аншлага сегодня, естественно, никакого не будет на футболе. Ну и по такой небольшой традиции вообще есть. Когда ты приходишь на футбол, перед футболом болельщики, фанаты собираются в кабаках, в барах. Соответственно, пьют напитки пенные. В том случае напитки... Тоже пеной. Тоже пеной, наверное. Но это замокольный. Кушают и, соответственно, выдвигаются на стадион. Ну вот. Ну, уже спустя день мы приехали в Москву. Что-то внутри у тебя поменялось. Ты стал поспокойнее, я так смотрю. Вчера у тебя не так немножечко... Да, я не знаю, да, да. Вчера типа я это тоже заметил. Знаешь, я проводил какой-то анализ того, что типа как я что сказал и так далее. И что в некоторых моментах из-за того, что наоборот эмоции переполняли, их как будто не хватало. Ну, то есть я не знаю, как это будет выглядеть на камере, но как будто из-за того, что внутри переполняли эмоции, типа наружу они не выходили, а как-то внутри оставались, там в волосе выражались и так далее. Возможно, намыслимые доили и так далее. А сегодня, не знаю, уже, знаешь, чувствую себя как дома. Вот это вот вся обстановка. Сейчас пойдем на футбол. Надеюсь, победим. Что ждешь сегодня от игры Спартака? Ты правильный объективный. Да, я правильно подметил, что очень тяжелое время, но надеюсь, надеюсь, что все будет хорошо. Ты сейчас у него в красном, как мы вчера обговаривали. На футбол в красном, друзья, всем вообще напоминаем. Даже Саня, который живет за тысячу километров от Москвы. нашел возможность непосредственно заказать себе кофты, футболки у наших друзей Фратрияшоп. Пришлось даже выбирать, что надевать. Действительно, был выбор. Парень живет реально за тысячу километров и причем не ищет оправданий, почему нет красных цветов у себя в гардеробе. Поэтому все, кто еще не знает, я думаю, таких нет, где приобрести красные цвета. Снизу вы сейчас видите фратрияшоп.ру. Ну и ссылочка будет в описании профиля. Переходите. Промокод номер фанатов скидка 10% до конца сентября. Поэтому обязательно пользуйтесь этой услугой. Я знаю, здесь мое место, на этой трибуне, рядом с тобой, мой клуб, чемпион страны, мой город, герой. Знаешь ли ты за каждой звездой, сколько побед, сколько ребенок, сколько людей стоят стеной за цвета? Газ на белых займем. Вперед, спанта, вперед, победит. Давай, бейся, ты что есть, ты что есть, спанта, к Москва, спанта, к Москва, легендарный стиль. Легендарный стиль. Еще хочется сделать такую заметку, что Саня вот за весь первый тайм ни разу не опустил рук, ни разу не достал телефон, ничего не снял на видео, не сфоткался, потому что Саня понимает, что приходишь на сектор, что делаешь, Саня? Болеем, болеем, болеем за команды. Топик, топик. Ну как у тебя вообще, как у тебя вообще впечатление вообще от первого тайма? Круто, я тут потихоньку вникаю в обстановочку, учу заряды, которые не знаю, поэтому вот стараюсь сейчас во втором тайме буду уже заряжать. Может быть, ты просто плохо заряжала, поэтому команду не забила? Ну, сейчас тогда будем делать максимум. Реабилитироваться? Да, сейчас во втором тайме 5-0 тогда. Хотя бы 1-0. Ну, короче, ты кайфуешь? Кайфую, но если будем выигрывать, буду кайфовать еще 7-0. Только место, я говорил, только начали все скандировать берез, вот только нас уже. все заплатит, 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 наги за все ответят. Короче, братва, что мы имеем? 70-е минута. Спартак вроде забил гол там, но все получилось, и сразу в ответ к нам вкалачивают. Пока не видно, в общем, который матч уже. За счет чего мы сможем забирать свои очки. и Саня находится на секторе. Так, мне камера, конечно, тоже в шоке немного от того, что происходит. И первый матч на домашней арене пока для нашего героя оборачивается не очень хорошо. И что тут можно сказать? Конечно, ну, лечья, это пока не поражение, возможно, пока не победа, но все же мы все-таки к этому относимся очень серьезно. Пора уже брать очки. Это какая-то дичь вообще полная. На поле происходит, игры нет, короче, никакой внятной вообще конкретики. В общем, людь, людь, про Шахтер и Динамо. Сань, привезли мы тебя в Москву на Спартак. Как всегда, у нас фанатская составляющая преобладает над блогерской и сложно какие-то такие сюжеты записывать, но в любом случае пару слов о том, что было. Мы видели твои эмоции, когда Спартак забил первый гол, да? То есть, первый гол, который ты... Первый единственный. Ну, имеется в виду первый гол в матче, да? То есть, первый гол, который ты увидел на открытии арене все-таки был гол Спартака, да? Вот, да, дальше, как бы, что было, все видели. Что, какие эмоции у тебя по матчу, по движухе, по происходящему всю матчу? По матчу, по матчу, но откровенно очень-очень плохо. Не хочется просто прямо совсем жестко. Ну, честно говоря, пиздец это вообще. Очень крутая, мне понравилась эта акция с тем, что мы отвернулись от этого и футбола, потому что такой футбол нам не нужен. Хочется у вас поблагодарить за то, что вы меня привезли на матч, пусть он получился и не такой, как мы ожидали, не такой, такой результативный, но не такой результативный для Спартака. Ну, в целом, поездка вот этого в Москву. В целом, поездка вообще шикарная, все понравилось, очень круто, много новых знакомств, эмоции, я, возможно, вставит этот момент монтажа, когда мурашки шли, когда мы кричали вперед, Спартак, шизили, очень круто, очень круто. Но все равно что-то расстроено, по-тебе видно. Каждый раз расстроен, конечно, результатом. Там же делаем фотографию на память возле автобуса, да, и будем расходиться. на память возле автобуса. на память возле автобуса. Слушай, ну ты сам понимаешь, готовиться к такому никто не мог, потому что никто не мог, потому что никто не мог, никто не думал, что так будет все херово, не знаю, как есть, и это спонтанно, потому что мы понимали, у болельщиков есть пол, злиться на нас, и все, мы заслужили, скажем так, как отнимать. Я знаю, вы подготовили для нашего... Да, то есть, хотелось нам в другой расстановке, скажем так, в другим настроениям, тебе футболку дарить, тем более первая игра, нахуй, колено, я уверен, но все. Мы вместе во все попали, вместе вылезем, так что приезжай, в следующий раз обязательно будет лучше. Спасибо. Главное верить, и все вместе. Да. Держи. Так, все отдаю. Команда расписалась, ребята. Спасибо большое. Очень рад. Тяжело что-то говорить, потому что, я говорю, внутри вот этого противостояния, что результат плохой, но Тема правильно сказал, что главное это держаться всем вместе, ходить, продолжать топить за команду, и вместе, начали вместе и выкарабкиваться за три раза. Выпуск подходит к концу. Давная задача была привезти нашего героя в Москву. Впервые он попал на наш стадион, и, к сожалению, как мы уже сказали в этом выпуске, эмоции хотелось бы, конечно, видеть на его лице другие. Но, это Спартак, в очередной раз мы хотели сделать хорошее дело, но наша команда это дело, короче, немножко подамрачило своей игрой, своим результатом. Короче, братва, я надеюсь, что вы нас поддержали пальцами вверх в этом выпуске, и вам эта тема зашла. Обращаюсь ко всем тем, кто живет вне Москвы, вне Московской области. Болеет за Спартак с детства и ни разу не был на этой прекрасной арене. И, то есть, бешеное желание попасть на этот стадион. Мы лично за вами приедем, заберем вас из вашего города, привезем в Москву, на Спартак. Поэтому переходите к нам в Инстаграм, ссылка будет в описании профиля. Следите за нашими новостями, за нашими сториз. Мы обязательно в ближайшее время выложим пост, точнее, выложим сториз, где сделаем, опять-таки, обращение к вам, и кто успеет, соответственно, тот будет в числе тех, кого мы выберем. Поэтому, братья, не расстраиваемся. За Спартак мы болеем с детства, только мы за него переживаем искренне. И надеемся, что все-таки наша команда тоже начнет переживать за наш Спартак. Короче, в Москву на Спартак первый выпуск подошел к концу. Всем спасибо за этот просмотр. Спасибо нашим друзьям из тенниса, которые, собственно, помогли нам реализовать эту задуманную идею. Александру, огромное спасибо нашему герою. И еще раз скажу вам спасибо за просмотр. Это был дневник фанатов в Москве на Спартак. Увидимся в ближайшем городе. Субтитры создавал DimaTorzok